Чай готов. Сейчас буду опять жаловаться. Продолжаю. Продолжение следует. Вы заметили, да? Вот на ТикТоке. Про ЗУК я уже пожаловалась. Сейчас буду жаловаться. Вот что мне на ТикТоке нравится, скажу. Что вот всё переводится. Вот то, что я сейчас говорю на своём родном языке, на русском языке, переводится на все языки мира. На Ютьюбе. Так, что хочу сказать, что мне там не нравится. Вот тут на смартфоне можно посмотреть переводы. Всё можно увидеть на Ютьюбе. Можно перевести только на английский язык. Ну, со смартфона. И всё. Как будто все английские знают. А если на компьютере смотришь, то да, на компьютере можно посмотреть всё. Все переводы там автоматически нажать. Вот что я говорю сейчас. Будет всё переведено. Но только на компьютере. На смартфоне нельзя. Кто сидит за компьютерами, да, сейчас? Мало кто сидит. То есть, мне кажется, меньше сидят. Все сидят на смартфонах. А на Инстаграме, что мне не нравится, видео со звуком можно поставить. Но перевода, например, о чём я говорю, никто вообще не может понять, о чём я говорю. Только вот русскоговорящие, а так никто. Я тогда думала, там тоже переводится. А потом со своей знакомой американкой написала её, спросила. А она мне говорит, нет, ничего не переводится. Почему не переводится? Почему на других платформах, как ТикТок, Ютьюб, всё переводится, а на Инстаграме ничего не переводится? Как должны меня люди понять, о чём я говорю? Я на английском, конечно, могу тоже говорить, но я хочу на русском. Чё делать теперь? Тоже какая-то страна, но... Видите, как я оживилась, чаю попила. Это вот чёрный чай, Эл Грей, чёрный чай с молоком, с мёдом. Вообще стояла никакая, спать хотелось. Выпила вот пол, половину, и всё. Сейчас будем, сейчас музыку включу, и пошёл, пошёл, пошёл. Ну, конечно, жаловаться надо. Нужно где-то писать, правильно? Что недовольны клиенты. Вот я недовольна. Что почему на Инстаграме не переводится русский язык? Почему? Потому что почему на Ютьюбе переводится? Это тоже американская платформа, а на Инстаграме не переводится. Это всё такое. Странно, но... Так что кто на Инстаграме сидит, выходите на Ютьюб, там всегда всё переводится, как я и сказала, только на компьютере. Если хотите на смартфоне, то на английском языке. Так что вы учите английский язык перед тем, как выходить на Ютьюб со смартфона. Что ТикТок насчёт этого, это большой плюс, что переводится на все языки мира. Конечно, там перевод тоже не идеальный. Некоторые слова так переводятся, что иногда аж страшно становится. На Ютьюбе тоже там такие вещи были, страшно было. Ну как страшно, мне даже приходилось деактивировать субтитры. Вот особенно на песнях я использую старые стихи. И там... Сейчас вот расскажу прикол, сейчас будете смеяться. Там у меня песня была, называется «Жизнь». И там есть такое предложение, там время пройдёт, мне минит 30 лет. Вот мне минит 30 лет, это вот старая русская речь, минит 30 лет. Так представьте, что переводил мне Ютьюб на минит 30 лет. Ударение сделайте на другой слог. Там такой перевод стоял на английском языке. Представьте, я пою на русском языке песни, а у меня кто вот, американцы, кто англоговорящие, слушают потом и думают, нифига, это она действительно что там поёт про blowjob. Ну, конечно, у меня, может быть, просмотры увеличатся, потому что народ такое хочет смотреть, да? Чем пошлее, тем лучше, да? Ну, сейчас они научились, они сейчас научились. Это вот пару лет назад было, что они переводили там. Сейчас переводят правильно, вот я заметила. Сейчас идёт правильный перевод. Но там зато другие сейчас косяки идут. Ну, короче, надо им работников брать на работу, вот кто на русском говорит, кто на родном языке говорит. Видите, я торможу как. Ну, надо чайку ещё попить. Ладно, кому спокойной ночи, кому доброе утро. Привет из Берлина, слушайте мою музыку, смотрите мои картины, покупайте мои футболки, у кого есть возможность. А у кого нет, просто слушайте мою музыку. Она ещё бесплатно слушается. Хотя там рекламу постоянно включает. Она, конечно, уже надоела всем. Но что делать? Вот так вот отключить невозможно, да? Ладно, всего хорошего.